Доброе утро, крымчане! Доброе утро, коллеги! Сегодня мы действительно поговорим о театре, о Керченском драматическом театре имени Александра Сергеевича Пушкина. И наш сегодняшний гость, директор этого театра Александра Галкина, Александра Георгиевна, доброе утро! Я знаю, что уже скоро действительно театр будет открыт, начнет работать. Что в планах по восстановлению? Какой будет главная сцена Керчи? Ну, до окончательного завершения ремонта достаточно далеко, я думаю, что это не меньше, чем два года. Сейчас уже плодотворно идет демонтаж всего, что находится в стенах этого замечательного здания с уникальной акустикой. И сейчас идут демонтаж всех инженерных систем сооружений, весь цокольный этаж уже разобран. И сейчас мы сидим в холоде, конечно, но тем не менее премьеры готовятся. И по секрету скажу, что это детская премьера кукольного спектакля и премьера для взрослых 18+. Поэтому к Новому году мы постараемся Керчан удивить. Но показы пройдут, конечно, все на подмостках культурного центра Богатикова. Поэтому сейчас мы в театре, как труппа, которая потихонечку начинает складываться, мы начнем работать, наверное, с первого квартала 2020 года. Но сейчас идет усиленная работа над дальнейшими проектами по созданию театра в плане архитектурного его украшения. Потому что очень пристальное внимание Министерства культуры к нашему объекту. Потому что у нас действительно уникальный объект. Таких специализированных подмостков в Крыму нет. Наш театр тем и уникален, что это именно те подмостки, на которых может выступать любой театр. Как музыкальный, так драматический. Ну, как бы разные формы. Потому что есть для этого все, ну, скажем, возможности. И вот мы сейчас очень много ведем работы над корректировкой проектов. Потому что Арина Вадимовна говорит, что того, что этим проектом предусмотрено, этого мало. Надо увеличивать, сделать этот театр самым красивым театром в Крыму. Но мы над этим работаем. И есть проект, уже дизайн-проект, форрескиз, оформление интерьеров. Потому что это будет не просто театр, а это такое наше ноу-хау. Но сейчас об этом, кстати, уже заговорили даже на культурном форуме. О том, что театр и музей должны идти рядом. А мной был еще два года назад представлен проект. Музей театра-музей мирового театрального искусства. Поэтому каждая наша рекреация будет оборудована. Сейчас очень много возможностей, чтобы виртуально перенестись в мир, например, древнегреческого театра или в мир театра Дель-Арты на подмостках Венеции. Или, может быть, на шекспировские подмостки в Лондоне. То есть это все могут... Сейчас речь идет о тех эскизах, которые уже есть. Да, конечно, они уже ждены, они уже идут работать. Ну, вы можете их показывать. Это, в общем-то, сейчас уже не секрет. То есть мы как бы уже отдали их в разработку. И мы надеемся, что все, что мы задумали, естественно, воплотится. И у театра, я думаю, будет большое будущее. Во всяком случае, мы надеемся на это. То есть все эти зоны, о которых вы говорили, Дель-Арта и другие, то есть все это уместится в здание Керченского драматического театра. Вот когда мы сможем уже это увидеть? Я думаю, что к 2011 году, к финалу 2011 года, я думаю, что сезон театральный 2011 года мы уже будем встречать уже в стенах обновленного театра. Да, 2021 года. Я все как-то так. Александра Георгиевна, вот, ну, понятное дело, что вы к Новому году представите уже два спектакля. А дальше думали над репертуаром, над работой труппы. Вот будет ли в Керчи действительно своя труппа театральная, и что она будет показывать зрителю? И сегодня мы ведем над этим очень серьезную работу. Хочу сказать, что Керчь не бедна талантами совершенно, а наоборот, она скрывает свои таланты в недрах своих двух, больше, чем два с половиной века. Есть люди с театральным образованием, и есть люди с режиссерским образованием, и художники прекрасные, сценографы. И я думаю, что та труппа, которая должна быть вот в театрах малых городов с населением до 300 тысяч, эта труппа должна иметь 22 артиста. Вот, я думаю, что мы, ну, как минимум половину это будут Керчане. То есть первая половина, когда мы начнем работать уже в 2020 году, она будет состоять из артистов, которые работают и живут в Керчи. Александра Георгиевна, я знаю, что вы приехали к нам из другого города, да? И сложно ли было браться за такую задачу, как восстановление театра? Он не работал более 10 лет, и я думаю, это было непросто. Вы знаете, может быть, это было бы непросто, если бы не поддержка главы администрации Сергея Вадимовича Брездина, и, безусловно, министр культуры Алина Вадимовна Новосельской. Если бы этой поддержкой, ну, начальник управления культуры, там мы вообще нога в ногу идем с Эльмир Недимной Куртмеметовой, потому что, ну, в любое дело, особенно в культуре, когда все это финансируется по остаточному принципу, и когда все начинают отмахиваться и говорить, что, а, ну, потом вам когда-нибудь достанется. Здесь четко понимают, что культура – это лицо города, это лицо главы, это лицо республики, значит, понимаете? То есть это лицо Крыма, это культура, потому что мы встречаем культуру, мы их провожаем, а встречают, как известно, по одежке. Александра Георгиевна, вот что касается ремонта театра, вернемся к этой теме, что будет заново полностью переделано, а что-то, возможно, удастся сохранить в том виде, в котором оно было раньше? Ну, вот все, что касается архитектурных таких изысков, то есть лепнина, да, всякие там балясины какие-то, интересные розетки – это все будет сохранено, особенно в зрительном зале, потому что предыдущими реставраторами нам оставлены, как сказать, формы, в которых мы будем это отливать и ставить на то место, где они должны быть. То есть то, что зал, центральный зал будет абсолютно точно восстановлен по тому виду, какой есть, как он был в истории, так он и будет сделан, и эта золоченая лепнина, и эти кресла, мы их как бы отреставрировали часть, часть еще реставрируем, часть заказываем, но под это же, в этом же стиле, вот, занавес, и вот все, что касается рекреаций, мы постараемся сохранить. А вот полностью будет переделана сцена, потому что сцена на сегодняшний день не соответствует тем нормам, и, ну, как не нормам, скажем, а тем веяниям времени, да, тем, как бы, то, что сейчас можно делать на сцене. Это, ну, во-первых, у нас нестандартный поворотный круг, он больше в диаметре, чем стандарт, вот, и мы хотим сделать двойной поворотный круг, чтобы он вращался, два кольца, чтобы вращались в разные стороны, чтобы были четыре подъемные из этого круга, четыре подъемные платформы, чтобы вся колосниковая система была автоматизирована, то есть не 23 рабочих стены тягают там этот трос, чтобы поднять декорацию, а чтобы нажал на кнопочки, он поехал. То есть тем самым мы, как бы, показываем о том, что то, что на сегодняшний день театр может быть, ну, как бы, высокотехнологичным, скажем так, это очень здорово. И, наверное, все-таки это повлияет на те спектакли, на те гастроли, которые мы сможем применять. Конечно, мы же русский драматический театр, да, то есть здесь русская классика будет представлена во все ее, так сказать, ну, в самых лучших шедевральных выражениях, то есть это и Достоевский, это и Чехов, Султыков-Щедрин, я думаю, что все, что интересно будет не только взрослым, но и детям. Это школьная программа, прежде всего, то есть мы же ориентированы на все слои населения, чтобы воспитывать детей, ну, как бы, приучить человека ходить в театр можно только с юности. Ну, во взрослом, ну, когда здесь засилие уже всяких гаджетов, хорошее название для этих приборов, ну, гаджеты, поэтому я думаю, что живое общение, оно гораздо круче. И те, кто начинает это понимать, если они влюбились в театр, они уже никогда его не разлюбят. Это любовь вечна, к театру любовь вечна, она непроходящая. — Александра Георгиевна, я знаю, что вы уже организовали работу кукольного театра, вот расскажите немножко подробнее об этом. Это то, с чего начали, да? — Да, это мне нечаянно, кстати, Сергей Вадимович Браздин рассказал о том, что он в детстве ходил в уникальный кукольный театр. Я говорю, а что это? Он говорит, там были такие большие куклы интересные. Я стала спрашивать у людей, где же театр-то на самом деле. Мне казалось, что он действительно существует. Это удивительный человек Галина Владимировна Велимбовская, которая уже достаточно во взрослом возрасте, женщина, но очень талантливая. Она маленькая, над своими маленькими ручками, изготавливает шикарные тростевые куклы, которые размером до полутора метров есть, эти куклы. И у нее уникальный коллектив совершенно. Но мы сейчас уже усилили этот коллектив, мы сейчас делаем для них сцену «Трансформис», с которой можно было бы уже как бы путешествовать. Мы сделали для них зал. У нас в репертуаре на сегодняшний день 12 спектаклей. Вот сейчас готовится 13-й. Мы уже с этим театром сделали две премьеры. Это «Мальчишки-бальчиш» в прошлом году, и в этом году «Снежные человечки». Причем это спектакль, который для взрослых и для детей. И мы будем с тобой ждать вас в гости. Да, мы обязательно придем на премьеры, обязательно посетим. И я надеюсь, что уже в ближайшем будущем керченская сцена будет принимать гастроли. К нам будут ехать, приходить на спектакли не только керчане, но и крымчане. На этом пока все. Коллеги, я передаю вам слово. И там Ань. Большое спасибо, Катя. Большое спасибо вашей гости. Желаем вам только хорошего дня и только добрых новостей. Напоминаем, на связи был керченский филиал и корреспондент Екатерина Рябова.